Здравствуйте! Это программа интервью, с вами Софья Зиберова. Сегодня мой собеседник – начальник управления жилищного фонда администрации города Норильска Кирилл Демидов. Поговорим о программе переселения жителей из аварийных домов, о предоставлении служебного жилья и о иных жилищных программах, действующих на территории Норильска. Кирилл Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! В этом году на территории города продолжается реализация программы по переселению людей из аварийных домов. Расскажите, какие дома в этом году будут расселять в первую очередь и сколько семей? По статистике, напомню цифры, что до 1 января 2017 года на территории Норильска за период с 96 по 2016 год было признано аварийными и подлежащими реконструкции либо сносу 80 многоквартирных домов с числом проживающих семей более 13 тысяч. С 1 января 2017 года по настоящий момент было признано 12 аварийных домов с проживающими более 2700 семей. В настоящий момент осталось расселить четыре многоквартирных дома гостиничного типа, два из которых расположены в центральном районе, это по адресу Московская 31 и Лауреатов 75, и два расположены в районе Толнах, это Крепников 14 и Бауманская 33. Количество проживающих семей составляет 471 семья, из которых 298 семей это собственники, 143 семьи это наниматели по договору социального найма и 30 семей это нанимателей по иным видам найма. Где им будут предоставлять жилье и на каких условиях? Расселение производится граждан из аварийного жилья в соответствии с жилищным кодексом, предоставляются жилые помещения семьям, которые проживают сейчас на условиях договора социального найма, предоставляться будет из наличия живых помещений во всех районах города. А если, например, у семьи квартира в аварийном доме в собственности? То собственнику мы выплачиваем денежную компенсацию в счет изымаемого жилого помещения, оценку производит оценщик независимый, среднерыночная цена выплачивается. Также собственникам может быть предоставлено жилое помещение, но с учетом доплаты также идет рыночная оценка жилого помещения и собственники должны будут снести разницу. Помимо программы по переселению из аварийных домов на территорию города действует и ряд других жилищных программ. Это, например, по предоставлению жилищных субсидий молодым семьям, по переселению людей из районов Крайнего Севера в более благоприятные районы проживания. Расскажите кратко об этих программах, как стать участником, сколько жителей в этом году примут участие в этих программах, куда обращаться, какие условия получения данных субсидий. Программа переселения жителей из районов Крайнего Севера действует сейчас в рамках четырехстороннего соглашения. Забьем финансирования по переселению в 2023 году составил более миллиарда рублей. По источникам финансирования это 237 миллионов – это средства федерального бюджета, 118 миллионов – это средства краевого бюджета и 830 миллионов – это средства по ГМК «Норильский Никель». В настоящее время Министерством строительства Красноярского края выдано 309 свидетельств, из которых 220 свидетельств – это для жителей города Норильска и 80 свидетельств – для жителей города Дудинге. Реализовано 52 свидетельства, 33 надлечания и 19, соответственно, жителей Дудинге. До 1 августа этого года граждане могут обратиться, чтобы принять участие в программе переселения на 2024 год. На сегодняшний день уже обратились с заявлениями более тысячи человек. А по предоставлению жилищных субсидий молодым семьям? Значит, также действует на территории программа по обеспечению жильем молодых семей. Принять участие могут молодые семьи, которые не имеют своего жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий. Одним из критериев – ввод раз каждого супруга, либо одного из родителей, если это неполная семья, должен быть до 35 лет исключительно. И семья должна быть признана нуждающимися в жилом помещении, установленным жилищным кодексом порядке. Также семья должна иметь доход, который позволяет получить либо кредит, либо доплатить свою сумму. Чуть больше месяца назад на сессии городского совета депутаты приняли ряд изменений по предоставлению служебного жилья. Расскажите кратко, в чем суть этих поправок была? В прошлом году были введены ограничения для работников муниципальных учреждений, кроевых учреждений календарной датой. У работников федеральных организаций такого ограничения не было. В целях приведения к единообразию законодательства были внесены ограничения на сессии по календарной дате. То есть они до какой-то даты должны быть трудоустроены, чтобы получить жилье? Да, мы ограничили это 1 апреля 2022 года. А вообще расскажите, кому положено служебное жилье, на каких условиях оно предоставляется и на какой срок? Служебное жилье положено работникам бюджетных организаций, перечень установлен. Это в отношении краевых и муниципальных учреждений мы ограничили работниками дефицитных специальностей. Для работников федеральных учреждений ограничений нет, там только календарная дата трудоустройства на работу. Предоставляется оно, как я сказал, работникам бюджетных учреждений и организаций на период прохождения службы либо работы. То есть по расторжению трудового договора жилое помещение должно быть возвращено в администрацию. То есть каких-либо там временных ограничений нет? Вот условно 10 лет человек работает, 10 лет он может пользоваться служебным жильем? Да, абсолютно верно. То есть человек работает, сколько работает в учреждении либо в организации, столько он пользуется этим жилым помещением. Тут надо обратить внимание, что столкнулись с такой ситуацией, что люди, увольняясь из одного учреждения, переходя в другое, своевременно не оформляют документы и юридически получается, что они проживают там незаконно. Также мы проводим претензионную исковую работу по этому поводу. Помимо служебного жилья на сессии также были приняты ряд поправок касаемо коммерческого найма. Расскажите, что это были за изменения? По коммерческому найму введено дополнительное ограничение отсутствия долгов за найм в случае продления договора. То есть коммерческий найм мы ограничили в прошлом году, поэтому осталось только продление. И вот чтобы продлить на новый срок, будем проверять наличие долгов. При наличии долгов, соответственно, договор продляться не будет. Сейчас также проводим кампанию, при наличии задолженности будем расторгать договор с выселением граждан из коммерческого жилья. На каких условиях сейчас предоставляют жилье в коммерческий найм? Коммерческий найм сейчас возможно получить в поселке Снежногорск. И у нас идет только продление. То есть коммерческий найм мы не предоставляем исключения. Составляется для... На год мы можем заключить договор коммерческого найма в случае выселения людей из аварийных домов. То есть это очень ограниченная категория граждан. Поэтому по общему принципу коммерческого найма у нас не предоставляется с прошлого года. Идет только продление тех, кто проживает. И исправно платит, естественно, за найм. Давайте еще немного поговорим про социальный найм. Мы уже немного начали, когда говорили про аварийное жилье. Расскажите, кому положено жилье сейчас по социальному найму, на каких условиях предоставляется и на какой срок? Социальное жилье предоставляется в соответствии с Жилищным кодексом. Жилые помещения по договорам социального найма предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся жилых помещений, в порядке очередности, исходя из принятия таких граждан на учет. Состоять на учете имеют права граждане, признанные малоимущими и нуждающимся в предоставлении жилых помещений. Таким образом, принятие на учет осуществляется в два этапа. Сначала граждан признают малоимущими, по заявлению все это гражданином происходит. И следующий этап гражданин обращается с целью признания его нуждающимся в жилом помещении. В случае признания его и малоимущими, и нуждающимися, ставится на очередь. И при наступлении очередности приглашается в управление, где ему предлагаются жилые помещения, которые имеются в наличии. Где территориально предоставляют жилье по служебному найму сейчас? Жилые помещения предоставляются из тех, которые есть в наличии. Основной фонд у нас, конечно, район Кайркан. Поэтому основные помещения, которые мы предоставляем гражданам, это, конечно, помещения, расположенные в районе Кайркан. Хотелось бы обратить внимание также по служебному найму, что жилые помещения, которые предоставляются для работников, они предоставляются на период прохождения службы, на период работы в учреждении. Эти помещения не передаются по наследству родственникам, не закрепляются за учреждениями. Поэтому граждане после увольнения должны будут их вернуть в жилфонд. В этом случае возможно предоставление жилых помещений в вольных районах. Куда обращаться и с какими документами, чтобы получить жилье по социальному найму? По социальному найму граждане обращаются на Оленевский 40, корпус 4, кабинет 10, часы приема понедельник и четверг, с 14 до 17, есть телефоны. Но как минимум надо туда подойти, пообщаться с специалистами. Пакет документов, который необходим, размещен на сайте жилфонда. И в телефонном режиме подскажут, что надо верить. А по служебному найму немного вернемся, где тоже территориально предоставляются. И нужно ли куда-то обращаться, или это происходит автоматически, когда человек трудоустраивается? Нет, получение служебного жилья также носит заявительный характер. Процедура предусмотрена решением горсовета. Услуга эта регламентирована, существует регламент. Учреждение обращается с ходатайством, прилагает необходимый пакет документов. Основным документом, который необходимо работнику учреждения получить, это справка из БТИ, справка платная. Остальные документы, это документы, подтверждающие его трудоустройство, подтверждающие состав семьи, подтверждающие факт проживания сейчас на территории, где согласие на обработку персональных данных. И вот справка о БТИ, остальные документы, как выписки и дросреестра, запрашивает уже посредственно жилфонд. Что касается жилья для детей-сирот, расскажите, существует ли у нас в городе сейчас какая-то очередь по предоставлению жилья, как вообще ведется работа с детьми-сиротами и какая процедура предоставления квартир им? Лица и числа детей-сирот ставятся в Министерство образования в краевые списки получателей жилых помещений. На территории Норильска производится ремонт жилых помещений для предоставления их детям-сиротам. В этом году выполнены уже ремонт восьми жилых помещений для данной категории нанимателей. Необходимо обратиться в жилфонд с заявлением, что имеется потребность в жилом помещении. Формируется очередь и предоставляется на выбор жилых помещений. Основные жилые помещения сейчас в центральном районе. Предоставляем на территории края Норильска впереди по обеспечению жильем детей-сирот. Кирилл Александрович, большое вам спасибо за эту беседу. Благодарю за интервью. Я напомню, это была программа «Интервью». Всего доброго.